Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о заработке в Mount & Blade 2 Bannerlord, а конкретно о том как быстро пополнить свой капитал в первые часы игры, версия игры 1.4.0 Russificator от команда .ua. Я думаю что большую часть игроков завлекают и радуют далеко не первые часы геймплея, где ваш кошелек держит в себе какие-то крохотные суммы монет, разбойники частенько раздают вам крепкие тумаки, а ваше снаряжение кажется менее эффективно чем деревянная палка или рогатка, если вы отыгрываете Робин Гуда. Но ваш протеже бегает со скоростью черепахи, будто налакавшись неведомого пойла. Сейчас игра далеко не в релизе, ни первые часы в ней не самый увлекательный процесс. А что если мы просто бустанем своего персонажа? Что если мы спустя час реального времени, а то и меньше, купим себе мастерскую, да еще и не самую плохую, и обеспечим своего протеже финансовую подушку? Исключим из своих игровых будней нехватку динар на оплату войска и обретем стабильный доход. Всего у нас будет два этапа, а именно, как бы это странно не звучало, настольные игры и покупка прибыльной мастерской. Первое, с чего мы начнем, это настольные игры. Пожалуй, самая безумная моя идея, но это черт возьми работает, господа. На одной чаше весов у нас безумная идея, занимающая час-полтора времени до первой мастерской, а на второе люли от разбойников, беспонтовые турниры и скромная торговля. Скромная, потому что в самом начале вы не сможете себе позволить войско побольше и сумки на мулах поширше. Выбор за вами, ну а мое дело предложить. На просторах Калерадии в каждом городе каждой фракции есть завсегдаты перекинутся в настолку. В каждой фракции она своя. У имперцев, будь то северные, южные или западные, это Таблут, у Осирай Сига, у Кузаитов Пулуп, у Стургии Кананя или Канане, у Батании Бакчал, но в Ландии поломанная настолка, поэтому мы ее вообще исключаем. Так как мой замысел заключается в том, как максимально просто и быстро заработать на первую прибыльную мастерскую, нам нужна только одна игра, которая является самой простой и которой на карте больше всего, так как она рассеяна аж на три империи. Это Таблут. Суть метода очень проста. Когда вы только-только вышли с тренировочного лагеря, скорость вашего персонажа на глобальной карте всегда выше любой шайки разбойников. И имея лишь одну единицу провизии в инвентаре, вы всегда быстрее кого бы то ни было, что дает вам возможность легкого маневра между мелкими бандами и скорого достижения любого места назначения. Нужно выбрать любой удобный для вас маршрут по имперским городам и в каждом забрать 500 динар за победу в настольной игре. Играть в одном городе на деньги несколько раз подряд нельзя, так как завсегдата игрок после вашего выигрыша говорит, что увы и ах, у него кончилось время на подобные мероприятия. Получается, что на деньги в одном городе вы можете играть каждые 4-5 дней, пока у завсегдата не появится желание и время. Также если вы проиграли свою ставку, вы можете ее отыграть, но после выигрыша соперник отстранится от игры на деньги. А как легко выиграть и сколько времени это займет? Ну, на каждый город вы потратите от одной минуты до пяти. А какова же тактика игры? Давайте перенесемся на игровой стол. Помимо того, что сама игра в состоянии вам объяснить свои правила, но у вас еще есть я. И что мы имеем? Тактику галактику или план-барабан, который заключается в игре за защиту, то есть за белые фишки. Вот фишки на столе, и мы имеем как обычные фишки, так и главную фишку короля. Победить мы должны переместив короля вот на эти позиции, не дав черным фишкам его скушать. Скушать вашего короля могут как зажав его с двух сторон, так и зажав между одной черной фишкой и центральной клеткой. Так что будьте осторожны. В чем собственно тактика? А тактика проста, играть от атаки. То есть соперник ходит, а вы кушаете постепенно его фишки, зажимая своими с двух сторон. Далее, как только появится возможность, вам нужно вывести короля со своей стартовой позиции и переместить на любой край доски. И все, 500 динаров у вас в кармане. Если вы хотите обеспечить себе стопроцентную победу, то скушайте больше фишек противника. Это максимальная простая мини-игра, которая требует времени гораздо меньше, чем бы вы трясли нищих разбойников бездарей. Ну и давайте посмотрим, сколько времени у нас идет на самую быструю игру и на самую долгую игру. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, вы накопили 15 тысяч, объехав пару раз имперские города. Какую мастерскую покупать? Первое место – это кожевная мастерская вратая. Затем, как вы повысите уровень клана, кожевник в артизии и затем кузнецевой пекротея. По какому принципу покупать мастерские? Первое – город должен иметь значение процветания не ниже 4,5 тысяч, а лучше не ниже 5. Также цена мастерской чаще всего имеет значение. Дешевые мастерские, как я заметил, меньше приносят. Максимальная цена, которую я видел – 14,7 тысяч динар. Также наличие товара на рынке. Обычно, если вы зайдете в город, то увидите, что в нем уже есть три мастерские, и они, как правило, больше всего приносят. Нужно выбрать ту, для которой в городе больше всего сырья. Но и это еще не все. Если мне не изменяет память, то вратая по дефолту нет кожевника. И изначально я купил пивоварню и изменил в ней производство, так как на рынке были хряки. А по поводу кузнец, скажу вам, что эпикротея обеспечена железом очень хорошо. И чем больше город процветает, тем лучше в нем доспехи на рынке. Таким образом, эпикротея имеет и сырье, и процветание, а значит со временем вы сможете купить тут топовые кастрюльки. Так что учитывайте и это тоже. Помимо всего прочего, на улицах вы можете встретить бандитов, которые якобы держат район. Но на данной версии игры, а это напоминаю 1.4.0 бета, бандиты никак не влияют на ваши мастерские. Убрав бандитов с улиц, вы можете только ухудшить отношения с теми, кому они прислуживают. Вообще, это видео больше инструкция, чем гайд. Если бы вы хотели подробный гайд по мастерским или торговле, быть может по боевке, то ставьте лайк и пишите в комментах, о чем бы вы хотели поподробнее узнать. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра!